Я не умею выбрать продукт. Человек несчастен, если ему нужно делать постоянно выбор. Если для вас так тяжело делать выбор, как вы женились? Альтернатива была уехать за границу. То есть вы пытаетесь как-то сблизить ваши позиции с родителями? А цель-то одна, в том числе человек в итоге пришел домой и смотрел телевизор. Маму удалось убедить? Невозможно вырастить, так понимаете. Вы ради этого живете? Продал какой-то один калькулятор, да, и все понял, все торговлю не мое, я никому ничего не могу продать. Как бизнес? Нормально. Что самое главное должны знать люди про вас и ваш бизнес, как вы думаете? Самое важное, наверное. Что-то не мой бизнес. Не ваш? Ну, в этом смысле бизнесом нельзя владеть. Бизнес – это, так скажем, какая-то идея, которая, не знаю, помогает, так скажем, делать новые услуги, новый сервис, жизнь людей лучше. В этом смысле бизнес – это идея. Идея не может принадлежать человеку. Да, то есть она принадлежит, ну, так скажем, многим людям, кто эту идею реализует. В этом смысле я могу помогать, я могу быть одним из них, из этих участников. Как она мне может принадлежать? То есть вы хотите сказать, что ваш бизнес принадлежит тем людям, которые у вас работают? Ну, те, кто и работают, у меня вообще нет, ни одного человека, никто у меня не работает. И есть много партнеров, есть, ну, так скажем, такое прямо сообщество людей, в принципе, можно сказать, и покупателям принадлежит. Да, потому что многие покупатели, они, там, верят в эти идеи, и они являются, то, что мы знаем, амбассадорами. Это они искренне видят отличия, да, это идея, там, других идей, и, там, рассказывают об этом знакомым, родственникам, да, именно потому, что они являются тоже частью этой идеи. Вот, и в этом смысле для меня это вот именно и есть, по сути, бизнес, да, который направлен для решения, скажем, ну, из-за проблем человеческих, да, вот, с чем сталкиваются люди. Ну, проблем, конечно, это, наверное, слишком громко звучит, да, но каких-то, не знаю, сложностей, да, то есть вот как бы улучшает жизнь людей. Как раз хотела вас спросить, какие глобальные проблемы человечества вы собираетесь решать? Нет, в этом смысле нет, до глобальных я не способен. Наша задача достаточно простая, вот, и каждый человек, там, должен кушать, да, употреблять еду, вот, для того, чтобы это было приятно, для того, чтобы у него меньше было, так скажем, сложностей, да, психологических, с выбором, да, по стверждению, правильно я это сделал, да. Вот, вот, идея такая, что, а можно стать партнером. Человек из-за него помогает ему выбирать еду, вот, то есть взять на себя эту задачу и тем самым решить его проблему выбора, да, и вот, мне кажется, что человек, когда сталкивается с очень большим количеством выбора, да, вот, например, там, выбрать, не знаю, даже молоко, там, в гипермаркете, вот, там, выбрать марк автомобиля, выбрать, там, телефон, да, и всегда стресс, да, потому что, ну, как бы, человек не эксперт, я, например, не умею выбирать, вот, сколько я, там, лет работаю, около вкусил, да, я не умею выбирать продукты, да, то есть это есть специальные технологи, да, которые, конечно, сильно разбираются в еде, да, они получили профессиональное образование, да, и они хорошо понимают, да, вот, там, что такое еда. То есть вы бы предпочли, чтобы за вас выбрали? Да, 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 вот, я просто, и в этом смысле я считаю, что много людей, как бы, так же, да, ну, ничего не знают о еде, да, то есть у них другое образование, да, то есть они никогда, там, в основном, чтобы хорошо образоваться в какой-то теме, надо в ней пройти много-много часов, да, углубиться, да, узнать, там, не знаю, ну, стать экспертом, да, и в этом смысле выбрать, там, скажем, вроде, такой простая вещь, еда, да, вроде бы, да, там, на вкус вроде пробуй. Ну, хоть бы, да, зашел в первую. Ну, тут мировой показывает, что как раз самые вкусные вещи, как правило, самые неправильные, ну, да, как бы известная история. Шоколад – это яд. Ну, шоколад, бургеры, там, сладкая вода газированная, да, то есть в этом смысле как раз тут вот именно эти факты подсказывают, что не так это просто. А здоровое питание, полезное питание – это для вас философия какая-то жизненная или вы просто сели на какой-то тренд? Который просто модный, популярный, и на нем хорошо сделать бизнес. Смотрите, для меня тренд – это то, что человек несчастен, если ему нужно делать постоянно выбор. Да, и вот в этом смысле чем меньше человека выбора, тем, в принципе, ему остается, я знаю, больше времени на какие-то другие вопросы. Вот, и в этом смысле, если говорить прямо вот про мой выбор, да, это мне именно самому хочется, да, чтобы люди не сталкивались, да, вот с такой проблемой выбора. Вот, то, что получились продукты именно здоровые, это, в общем-то, уже как бы результат этого, да, то есть когда стали разбираться, да, все-таки, а как за человека выбрать еду, да, стало понятно, что людям надо, вот им такая еда. Да, в этом смысле, ну, можно назвать это трендом, можно назвать это просто, ну, каким-то, ну, знаете, серией очевидным, да, то есть когда, ну, просто людей спросите, какую еду хотели бы, чтобы из вас выбрать. Ну, все, никто не скажет, да, наверное, вредную. Ну, странно же, да, если люди скажут, не-не, пожалуйста, выберите мне самую вредную еду, которая только может быть. Нет, такого люди не говорят. Нет, вот именно так и получилось, да, что когда люди ожидают услуги, чтобы им будут оказывать всем, на самом деле хочется, чтобы эти услуги были, ну, максимально качественные, да, никто не хочет, особенно детям, например, да. Это, в смысле, это получилось, ну, как бы, очевидно, да, то есть другого ответа и не могло быть. Нет, нет, есть люди, конечно, вот, условно говоря, которые говорят, что выберите мне еду, там, самую дешевую, да, такие тоже могут быть ответы, в этом смысле это, как бы, другая концепция, да, но тоже, в общем-то, она важна, да, что она может быть тоже связана с выбором, да, то есть мы для вас выбрали самую дешевую еду, которая только может быть, да, то есть вы приходите и вы не беспокоитесь, да, что у вас там что-то, вы можете купить дорого, например, да, это другая идея. Слушайте, если для вас так тяжело делать выбор, как вы женились, я стесняюсь спросить. Нет, ну, для меня, я же говорю, что это целиком, это, как бы, вообще, в принципе, людям делать выбор, как бы, вообще, в принципе, это сложно. То есть легче жить, если ты живешь и, как бы, меньше сталкиваешься с тем, что нужно постоянно делать выбор. На следующий день мы встретились в условленный час и поехали смотреть квартиру на Бейкер-стрит номер 221-Б, о которой Холмс говорил накануне. В квартире было две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Эту книгу я очень любила в детстве и за интригу, и за классический британский стиль во всем. Мы с вами в престижном западном районе, на Воробьевской набережной. Здесь, неподалеку от природного заказника долины реки Сетунь, строится новый комплекс премиум-класса «Хайт» от МРГРУ. Проект выглядит ультрасовременным и при этом не вычурным. Модный и динамичный снаружи и продуманный внутри. Три небоскреба высотой в 41 этаж. Каждое здание уникально имеет свое название. Вестдейл смотрит на запад, Риверсайд стоит ближе всех к реке Сетунь, а двор небоскреба Парклэйн окружен зеленью. В каждой квартире высокие потолки 3 с четвертью метра и панорамные окна в пол, из которых открывается потрясающий вид на Воробьевы горы, Москва-сити, МГУ, Москву-реку и Новодевичий монастырь. Здесь есть двухкомнатные лоты евроформата, четырехкомнатные квартиры и роскошные пентхаусы на верхних этажах. Все квартиры с базовой отделкой. Специально для жилого комплекса «Хайт» была разработана концепция организации общественных пространств «Лайфспейс». Для удаленной работы есть хоум-офис с переговорными, а для отдыха – терраса зоны барбекю, библиотека и фитнес-зал. Попадаем в комплекс через просторное лобби. Все как в дорогих отелях. Кессонный потолок сочетает классические формы и современный материал. Напротив ресепшн – лаунж-зона, а уединиться можно рядом с камином. Здесь жители комплекса смогут проводить вечера за бокалом вина или чашечкой английского чая. Правда, принесет его не миссис Хадсон, а официанты из лобби-бара. Дизайн придумали специалисты бюро сестер сундуковых. Во всех лобби установлена инновационная система обеззараживания воздуха. Благодаря ламинарным потокам практически полностью уничтожаются все микробы и вирусы. У комплекса своя закрытая территория с круглосуточной охраной. Пройти в здание можно только по биометрии. Здесь действует так называемый принцип вертикального города. То есть все, что нужно для комфортной жизни, есть внутри комплекса. А это супермаркет, пекарня, аптека, химчистка и детский центр развития. Кроме того, к услугам жителей доставка еды, бронирование билетов, автосервис, колясочные в лобби-комплекса, зона для мытья лап домашним питомцам после прогулок и многое другое. Благодаря подземному паркингу с зарядкой для электроавтомобилей, большую часть территории удалось отвезти под благоустройство. Ландшафтный дизайн внутренней территории выполнен в естественном стиле, с посреженными газонами и природным амфитеатром. Тут есть зоны воркаута, места для прогулок и занятий йогой. Жилой комплекс «Хайт» удобно расположен недалеко от заказника «Долина реки Сетунь» и «Воробьевых гор». В двух минутах езды Третье транспортное кольцо, в Пяти – Кутузовский проспект. Специально для любителей велоспорта здесь оборудованы велопарковки и удобный выезд на Воробьевскую набережную. В 10 минутах – Нескучный сад и парк Горького. Больше о жилом комплексе можно узнать по ссылке в описании видео. Вы родились в городе Черноголовка? Да, тогда он был поселок. Я прочитала, что в 87-м году там провели первый рок-фестиваль. Я узнал только из вопроса. Не были? Не было. Я даже не слышал. Зато я был в 91-м году на стадионе Тушина на рок-выступлении Сидиси и Металлика. Но что в Черноголовке было в 87-м году, я первый раз услышал. Так может не было, может умрут? Может быть. А там было три школы у вас, да? Вообще две школы. Ну там одна начальная просто. То есть одну школу разделили на две. Начальная и с 4-го класса. А вы там заканчивали в Черноголовке? Да, я причем в обоих школах учился. Так получилось. До 9-го класса в одной, а 10-й, 11-й класс в другой. Насколько я понимаю, эти школы известны какими-то олимпиадниками своими. Ну нет, они известны тем, что они не входили в советскую систему образования школьного. Они были подчинены Академии наук. Ну так, скажем, их курировали. Поэтому у нас были другие принципы. Там, может быть, программа была и та же. Но другие принципы были подбора преподавателей. Ну, как учителей. В старших классах у нас и программа отличалась от обычной школы. Были у нас олимпиадники, но нельзя сказать массово. То есть московские школы, физмат, такие специализированные, намного больше рождали. Объясню почему. Потому что они собирали лучших детей со всей страны. Черноговке учились только местные. То есть поселок 20 тысяч. Да, но странно, если смог бы генерить столько же олимпиадников, как вся страна. Это было бы удивительно. Такого не было. А вы как их олимпиадниками побеждали? Ну, там, районных, районного уровня. А по какому предмету? По физике? Я участвовал в математике и физике, но мне больше удавалось по физике. По математике, я помню, не настолько у меня были. Но это был реально районный уровень. То есть уже на московском уровне невозможно было состязаться. То есть 20 тысяч людей и вся страна. Ну, то есть даже по статистике, конечно. Потом у нас все-таки, говорю, школа, хотя она и была, да, вот при Академии наук. Ну, нельзя сказать, что она прям был сильный уклон на, скажем, так углублено, как есть московские школы. То есть это несравненно. То есть я, в этом смысле, там, даже, можно сказать, больше занимался спортом. Серьезно, каким? Биатлоном. У нас в Черноголовке школа была даже, по-моему, Олимпийского резерва. Я знаю, есть даже Олимпийский чемпион, по-моему, по гребле из Черноголовки. Представляете? Чемпион по гребле из Черноголовки. Это уже поселок, маленький и много леса. Да, это вот просто реально, как бы, жизнь в лесу. А жизнь в лесу, и, соответственно, это много беговых дорожек, зимой лыжи. Вот, и много-много спорта. Заняться нечем особенно, только спортом. Да, да, вообще, на самом деле, никогда не было, и до сих пор нет электрички. До Москвы доехать на автобусе, это там больше часа, в общем, очень редко я видел. Вы там бываете? В Черноголовке, да, у меня там родители живут, бабушка, брат, конечно. А кто ваши родители, кстати? Физики. Физики? Конечно, да. Так они и попали. Советская система, великое распределение, они после института. Их распределили черноголовку поднимать в советскую науку. Но вы не стали физикой. Я пытался. Вы пытались? Я пытался. Я честно пытался, мне кажется. Я честно пытался, да, но, понимаете, 90-е годы, то есть у меня окончание института пришлось на 99-й год. То есть это, конечно, самый, после кризиса. Я даже был в аспирантуре. Диплом я защищал, ну, готовился к диплому. Я вообще в Германии. Но вот, наверное, экономическая составляющая, да, не позволила мне быть физиком. То есть альтернатива была уехать за границу. В принципе, как сделать, у нас такая была компания из пяти, скажем, одногруппников. Четверо уехали, а я один остался. То есть у вас была возможность? Да, конечно. Ну, то есть, мои четверо ближайших друзей, они все в США. Почему вы остались? А у меня, например, нет таланта в кавказинском языку. В смысле, вы не говорите по-английски? Вот мне пришлось за последний год научиться, да. Но это только вот в последний год. До этого я не говорил. А пришлось зачем? Ну, например, в том числе подготовка к АПО. Как вы учили английский, расскажите. В таком возрасте это интересно. Ну, на самом деле, я 30 лет, как и все, по учебникам. У меня вообще ничего не вышло. За год я выучился, смотря сериалы просто на английском. Классно. Как родители к вашему бизнесу относятся? Да, это, наверное, самый такой вопрос. Первые годы очень плохо. Потому что, конечно, для моих родителей моя карьера – это карьера ученого. Они разочарованы? Ну, да. Они до сих пор ученые. И в этом смысле для них это дело всей жизни. И, скажем, такая, знаете, дилемма. Я с ними часто обсуждаю. Ну, раньше обсуждал, да, что... Ну, можно... То есть их точка зрения, да, что вообще мир всему обязан ученым, да. Ученые развивают прогресс, они все придумывают, фундаментальная наука. То есть, если бы не было, так скажем, вообще вот этой базы, дисциплины, там, не знаю, начинают математики, физики, биологии, то очень ничего в этом мире бы не было, да. В этом смысле мы с ним спорим, а я считаю, что ничего бы не было, если бы не было предпринимателей. Да, то есть, как бы, да, придумать важно, но очень часто все это не методом, так скажем, научных, как бы, изобретений, да, методом экспериментирования, да. То есть люди... Многие вещи там до сих пор можно писать, большинство мировых открыть, это найдено случайно. И да, люди могли быть при этом физиками, да, но при этом, в общем, не выдающимися, да. А многое не физиками было открыто. Вот именно тем, что люди пытались это внедрять, смотрели обратную связь, то есть, как бы, такие наблюдали, да, за ситуацией. И благодаря этому появилось, ну, там, скажем, большинство того же вокруг. Ну, это вот как бы как две точки зрения. То есть вы пытаетесь как-то сблизить ваши позиции с родителями? Ну, конечно, да. Нет, сейчас в этом смысле они нормально относятся. Смирились. Ну, да, уже как бы, да, уже вряд ли я стану физиком. А вы не жалеете, кстати? Да нет. Вам вообще физика нравится сама по себе? Мне нравятся подходы, которые, так скажем, применяются в физике. Вот. И, так скажем, наверное, вот эти подходы, да, они мне кажутся такими очень, как бы, такими классными. Ну, то есть подход такой, что, типа, выдвигай гипотезы, их тестируй, смотри, какая получилась, там, не знаю, тестируй еще раз, дальше пытайся это дальше, еще дальше распространить, да, там, масштабируй, да. То, что принято сейчас в бизнесе, да, это, по сути, пришло из физики, да, и этому, в общем-то, нас учили как бы там в институте. Вот это и есть физический подход, на самом деле. То, что принято в бизнесе, вот. Это и тот же подход, и, да, там, есть теоретические основы, да, есть результаты экспериментов, поэтому вокруг физики огромное количество журналов, ну, там, медицин, например, да, вот мне тоже нравится, да, что на самом деле современная медицина, в общем-то, очень стала похожа на физику, да, то есть врачи, я имею в виду доказательную медицину, да, то есть врачи, да, выдвигают гипотезы, их, по сути, ну, так скажем, грубо говоря, да, там, проводят новый протокол лечения, дальше результаты выкладывают во всемирное, да, скажем, обозрение всем врачам, и тем самым проведя один эксперимент, да, одну гипотезу, она становится известна всему миру, да, и тем самым, конечно, у нас из-за этого высокий в мире, да, огромный уровень медицины, там, физика уже, там, за гранью, да, понимание, и вот одна из причин бизнеса, да, а в бизнесе почему-то принято патенты прятать, никому не рассказывать, сидеть, там, скажем, в своем черном домике, типа, я узнал, никому не расскажу, вот, и возможно, что с этим связано как раз то, что, вот, как бы, с точки зрения бизнеса, да, намного он более отсталый, да, с точки зрения, там, не знаю, тех же самых, там, бизнес-моделей, посмотрите, что с вакциной происходит, да, то есть все вакцину за короткий срок смогли внедрить, да, а какие-то в бизнесе вещи, да, там, уходят десятилетия, основное, чтобы, там, перейти от одной модели на другой, да, до сих пор, там, не знаю, в Германии, в Северной Калифорнии вовсю пользуются факсами и, там, чековой книжкой, да, то есть, ну, как бы, а в медицине такого нету, да, в медицине уже давно никто, условно говоря, кровь, извините, не сливает, да, у людей. То есть бизнес должен быть больше, более открытым? Более открытым, конечно, да, и эта закрытость, она сильно сдерживает, как бы, не только конкретно, ну, не только весь мир, а и конкретного, как бы, ну, по сути, конкретную компанию. То есть сидеть, на основном, если бы все физики, представляете, или медики, да, сидели бы в своих кабинетах, да, и с кабинетом ничего бы не рассказывали, что у них там происходит, да, я думаю, что вообще был... Науку бы вперед не двигалось. Вообще ничего не двигалось, да. А почему-то в бизнесе это принято. Но бизнес двигается при этом. Очень медленно. Медленно двигается. То есть, как бы, двигается, да, но очень медленно. Ну, у бизнеса, может быть, и нет таких задач быстро двигаться? Ему не надо спасать жизни, там, или летать... Ну, в этом смысле, понимаете, как бы, а чем принципиально, там, не знаю, задачи физики отличаются от бизнеса, да? А вот ответьте на этот вопрос. Интересный вопрос. Мне кажется, ничем. Вот в этом смысле, когда мы с мамой об этом спорили, да, в общем-то, мы, например, об одном и том же. То есть, людям нужен телевизор, да, и в этом смысле, с одной стороны, нужны физики, да, которые в своих комнатах посмотрят, да, то есть, типа, как создать вот этот экран, при этом они напишут кучу статей, расскажут всему миру, ну, то есть, там, как бы, начнут это обсуждать, да? А в другом смысле есть бизнесмены, которые, там, не знаю, строят предприятия, да, которые начинают эти телевизоры выпускать, но каждый сидит в своем углу, никому ничего не рассказывает. А дело-то одно и то же. Бизнесмену прибыль надо получить, нет? Ну, как бы, нет. То есть, в этом смысле, что такое прибыль, да? Прибыль, это то, чтобы просто компания существовала, то есть, в этом смысле, ему надо существовать. То есть, в этом смысле, также ученому, да? То есть, в основном говоря, тогда, с этой точки зрения, ученых же не существует, ради того, чтобы писать статьи. А не будет статьи, и не будет ученого, да? Казалось бы, тогда ученый существует ради статей. Но это же не так. Может, не ради статей. Так же и бизнес, да? То есть, он, как бы, странно, да? То есть, бизнес существует ради денег, да? Ну, как бы, почему? Да? То есть, бизнес существует ради, как бы, результатов, которые он делает, да? Ради того, чтобы и оставаться бизнесом, ради этого живет, да, а то, что прибыль, но она прибыль просто позволяет ему это делать, даже как статью для ученых, да, а цель-то одна, в целом, чтобы человек в итоге, да, если пришел домой и смотрел телевизор, в этом смысле, вот как бы, как пример. Маму удалось убедить? Ну, скажу, сошлись, да, что работаем сообща, да. Мне кажется, что не удалось. Не, ну, это сложно в это убедить. Понятно, что если бы не было, там, ученых, да, которые изобретали бы, да, технологии, вот, в своем собственном, да, вот как бы, в мире, да, ученых, то, конечно, предприятиям тоже было бы очень сложно, вот, а с другой стороны, если бы не было предпринимателей физики, тоже, как бы, что, в столбе, что изобретали. Ну, то есть это все равно, это, как бы, конечно, совместный труд. Странно, что вы человек из такой семьи физиков закончили, вы же МФТ закончили, да, по-моему, насколько я помню, и у вас, ваш бизнес никак не связан с наукой, ведь сейчас же очень много, на самом деле, есть бизнесов, связанных с наукой, и они довольно прибыльные, и они много стоят. Вообще-то два из тех, особенно моих лет, да, много людей там, в Форбс, да, и, по-моему, ни одного не связано с физикой, да, такие времена были. 90-е. Да, главное, одна из главных идей ВТИ, это чтобы выпускники становились технологическими лидерами, именно технологическими, да, там, условно говоря, а не во всем другом, кроме технологий, да, и, конечно, идеальный, да, это вуз, который готовит специалиста, который потом, именно вот то, что он изучал, да, в том технологии, которые он, как же, много лет, там, в итоге, да, учил, да, становится, ну, как бы, частью бизнеса. Это очень круто. Нам такого, ну, по сути, в наши 90-е годы такого не было. Ну, у вас сейчас есть возможность, у вас же есть фонд Тилтех, вы можете вот что-то такое сделать. Вот, но у вас там тоже нет технологических предпринимателей, насколько я понимаю? Технологические предприниматели, вот, именно в таком смысле, как мы вот сейчас говорили, да, вот именно, так скажем, это слишком, как бы, не венчурный, что ли, подход, да, то есть это слишком долгий цикл и больше неопределенность. И, на мой взгляд, все такие проекты, они идут либо за счет государства, ну, как вот, Академии наук, да, в этом смысле, то есть если хочешь развивать технологии, после ФВТ иди ученом работать. Ну, развивать технологии за счет государственных денег. Либо это, ну, за счет спонсоров. То есть кто-то верит, там, не знаю, там, условно говоря, в бессмертие, да, и люди собирают фонды, которые прямо непосредственно финансируют. Скажем, технологии, связанные, там, с бессмертием. И, конечно, очень много продуктов появляется, да, но самое важное, да, что тут, скажем, нельзя мерить это, ну, собственно, отдачей. Да, вот тут, как бы, вот венчурная, как бы, история, да, но она, в первую очередь, что ты что-то вложил, да, должно что-то вернуться. Ну, что-то по-другому ты венчур не смотришь. Ну, то есть то, что вот я говорил, да, как раз это, чтобы бизнес существовал, да, он, ну, как бы, должен какие-то доходы, да, приходить. То есть ни одна компания, как известно, не умерла от убытков, да, все умерли от нестатка денег. Так вот, вот проекты, связанные с технологиями, они, чтобы не умереть, они должны быть рассчитаны, скажем, на другие источники финансирования, да, которые, ну, не зависят от результатов. Ну, только вера, как бы. Амазон технологичный бизнес? Ну, на мой взгляд, вот, не настолько, нет. А Телеграм Дурова? Нет, конечно. Нет? Нет. Я в технологии все-таки, давайте, технологии, да. А Маск? Амазон технологичный бизнес? Технологии, вы смотрите, что такое технология, то есть, наверное, да, действительно надо разделить, да, так скажем, технологии прикладные, да, вот вся IT-технология, все-таки это прикладная история, да, то есть там не появляется, ну, то есть, ну, там новый код программы, то есть. Ну, да, есть творческие программисты, да, которые смогут, могут запрограммировать что-то, причем не менее творческие люди, которые смогли провести там правильный КСД, грубо говоря, понять, что людям нужно, там, чего не хватает в текущем решении, да, и решить их проблемы, да, но это уже на базе существующей технологии, вот. Если мы говорим вот про, как бы, такие технологии неприкладные, да, то это, конечно, технологии, которые сейчас не существуют, да. Ну, вот, ну, в этом смысле, да, полететь на Марс, высадиться, нет таких технологий, в этом смысле, вот, да, это, это, как бы, новая технология, но она может никогда не окупиться, или какой-нибудь, там, квантовый компьютер, да, его не существует, да, но все понимают, что если он появится, да, там, будет вау, да, и в этом смысле, конечно, сейчас можно разрабатывать квантовый компьютер только на спонсорские деньги. Не, мне, конечно, интересно, вот, но это просто не, там, в основном говоря, не телтех, то есть я могу просто как лично, как человек, в этом участвовать, да, вот, но... А вы участвуете в чем-нибудь лично, в таком, в каком-либо качестве? Я участвую в проектах, связанных, там, не знаю, скажем, такая, помощь в развитии города Черноголовка, да, и в этом смысле есть ряд проектов, да, в которых я участвую лично, вот, но, там, периодически, да, мое участие, ну, как спонсор, да. Например, например, это как бы околонаучные, так скажем, ближе к культурным проектам, то есть культурные проекты, да, но которые могут быть потом, если они успешно получатся, они могут быть примером того, как можно организовывать, в основном, такой культурный досуг, да, в основном, в небольших городах, да, что, в общем-то, является, ну, скажем, проблемой в России, именно, ну, даже, ну, говорят, некуда пойти. Вот именно в технологические проекты, вот в таком, да, в бессмертии, полет на Март, не участвую. А что за образовательные проекты в Черноголовке? Расскажите про это. Это же интересно, это же очень важно, нет? Проект, как бы сейчас название у него «Пасход», это молодые энтузиасты, чуть больше за 20, будут буквально проблемы, да, в Черноголовке невозможно найти даже место, да, где там собраться, пригласить какого-то лектора, да, который, не знаю, по современному дизайну что-то расскажет, или организовать, ну, типа, кружок танцев современных. И проект был, это в рамках муниципального, так скажем, образования, составить такое пространство, да, вот именно такое суперсовременное пространство. Оно получилось, оно там не очень большое, да, но стало очень ярким притяжением молодежи, да, и там получилось не только тех, кто за 20, да, и до 20. Это такой редкий пример, когда там, на самом деле, дети не по подвалам, да, не по подъездам, да, а когда их смогла, ну, по сути, собрать городская администрация, да. Это, конечно, проект, который тоже невозможно сделать, по сути, без спонсоров. Поэтому, соответственно, набралась группа спонсоров, вот я один из них, да, которые, ну, так скажем, поверили в этот проект, и сейчас приезжают из разных муниципалитетов и смотрят на результат, и если это, ну, по-моему, выиграли даже какие-то конкурсы в Подмосковье, да, там, за такой лучший концепт. Это вот такая спонсорская поддержка. А что-нибудь еще такое делаете, нет? Это единственный ваш проект. Мелкие вещи, да, это помощь организации, например, да, там, марафонов. А вы бегаете? Я нет, но... Вы деньги продаете? Не то, что деньги, да, принимая, ну, и деньги, да, вот, например, поддержка скандинавской ходьбы, да, поддержка конкурса, например, по местным каким-то идеям, да, сбору идей тоже оказалось вау-эффект, да, то есть хотя 20 тысяч человек, да, живет, вот, на самом деле, вот, казалось просто, да, то есть у кого есть идеи, как развивать черноголовку, да, там, условно, были идеи, там, 250 тысяч рублей, там, не знаю, 400 тысяч рублей, там, вау-эффект, да, а как бы где людям взять? В рамках, да, маленького, по сути, муниципалитета, да, можно много именно, как бы, чем поддержать, да, для того, чтобы, ну, скажем, эти проекты, как бы, начали приносить пользу, ну, скажем, то есть понятно, что, то есть оценка проекта была, это именно, сколько он окажет пользу, ну, скажем, там, максимальном количестве жителей, да, и это, как бы, отработало успешно. Успешно. Черноголовка преобразилась в вашем моменте. Да, и в этом смысле, как бы, мне кажется, что, в том числе, это пример, что если, там, не знаю, в каждом районе, в каждом городе, да, есть, кто это может, там, сделать, да, такую помочь, помощь оказать, да, ну, прекрасно. И, мне кажется, на этом одна из причин успеха, там, не знаю, тех самых западных стран, да, когда, там, жители, да, там, маленьких, там, городов, деревень, ну, потом просто, просто оказывают помощь, которую они могут, да, тому месту, где они родились, чисто из, как бы, соображений, вот, как бы, не знаю, как, полностью труистических соображений. А вы там не пытаетесь предпринимателей выращивать? Вот у вас есть же этот фонд Тилтех, в котором, я так понимаю, его главная задача выращивать предпринимателей. Ну, это очень громко связано. Невозможно вырасти предпринимателя. То есть, в этом смысле предпринимательство, это то, что есть. Ну, вообще, вот, как бы, я считаю, что каждый человек предприниматель, да, потому что, наверное, каждый в жизни что-то делал полезного для общества, да, что-то, то есть, того, что никто ничего не нашел полезного, ну, наверное, таких нету, да. Вопрос такой, а чем я могу ему помочь, да, чтобы ту пользу, которую ты, там, не знаю, приносишь или пользу, которую ты думаешь принести? Идея Тилтеха, это, в общем-то, рассмотреть каждого, да, то есть, каждый предприниматель, рассмотреть его идею, вот, и, ну, дальше уже, конечно, достаточно субъективно, да, решить, насколько, так скажем, в эту идею ты веришь. Вот мы записывали интервью с вашим партнером, с Юрием Малашеевым, и он говорил, что, я его спрашивала, как вы выбираете, кому дать денег? Ну, вот, если нам в ресторан хочется с ними пойти? Ну, вот, я почему говорю субъективно, а я говорю субъективно, да, да, да. Вот так же подходит. Понимаете, как бы, тут же в этом же, в этом смысле и суть, да, то есть, как бы, отличие, там, спонсорской от бизнеса, да, что все-таки в бизнесе ты, ну, планируешь что-то вернуть, ну, для того, чтобы это работало всегда, ну, так, даже, проводя аналогию с физиками, да, то есть, ты пишешь статью, ну, потому что, это у вас и физикам, да, здесь то же самое, бизнес, он вынужден, да, то есть, так скажем, так действовать, да, чтобы, ну, денежные средства были. Понятно, что если, там, условно говоря, ты, безграничные финансы, да, тогда ты фактически становишься спонсором, да, и вот отличие между спонсорством, там, скажем, и фондом, да, в том, что, типа, ты спонсор просто, условно говоря, не ожидаешь возврат, да, а фонд ты ожидаешь возврат, вот. Вот, но в любом случае, вот как будто это отличие все, да, в любом случае ты это делаешь, в общем-то, из, ну, своих личных побуждений, да, и тебя никто не заставляет это сделать, да, и зачем, просто спрашивается, это делать, если тебе это, ну, просто, там, неприятно, да, или ты, там, должен менять свои какие-то принципы, да, то есть, в этом смысле, ну, делай так, чтобы при этом ты оставался самим собой, да, чтобы тебе не нужно было делать вещи, да, которые ты, там, ну, тут тоже называется целостным, да, то есть, там, вот, и это вот, как бы, ровно то же самое, да, то есть, в этом смысле, если с человеком тебе приятно общаться, да, и, там, не знаю, тебе нравится его идея, при этом ты видишь, да, что он, в общем-то, скажем, уже достиг текущего, там, скажем, результата нормального, да, ну, в принципе, вот, три, три компонента успеха. Зачем вы это делаете? Вот какая изначальная идея во всем этом была? Ну, в основном, ну, знаете, вот, как бы, это, это практически, знаете, это, как ребенка спросить, да, вот, ты утром проснулся, зачем ты побежал? Ну, он бежит. Вы ради этого живете? Ну, это, 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 как бы, не то, что ради этого, это является, как бы, скажем, наверное, важной частью жизни, да, то есть, ну, 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 как люди, зачем они ездят в путешествии? Ну, у вас есть вкус, Вилл, вот, ваша часть жизни, вам там не хватает, времени много, свободно, что ли, извините? И, знаете, как бы, в этом смысле, вкус, Вилл, это достаточно все равно замкнутое пространство. Я смотрю. Ну, это ниша, да, определенная, да, с точки зрения, там, и, там, юридических даже моментов, да, то есть, это компания, да, в которой есть, естественно, там, не знаю, люди, да, и, там, количество задач, да, тоже ограничено, да, и в этом смысле это является, ну, так скажем, ну, как закрытым, ну, не знаю, сказать, что там, ну, нет, там, тесно, да, но мне кажется, что просто у меня есть потребность, так скажем, на, то есть, я могу помочь, да, и принять участие, так скажем, в, там, не знаю, в проектах, да, там, другим людям, которые вне вкусов, вот, вот так по сути, да. Мое влияние на вкус, Вилл, оно в этом смысле тоже ограничено. Почему? Ну, смотрите, значит, я вообще, как бы, вот так, если перечислить, да, почти все, что нужно во вкусу, у меня нет вообще талантов к этому, да, я, например, не умею проводить ни с кем переговоры, и никогда не переводил. Вы как-то вот себя все время, знаете, принижаете. Нет, я часто рассказываю, я не умею проводить проговоры, в этом не провожу переговоры вообще, в принципе, да, не входят в мои, ну, как бы, не умеют совсем. Я, например, впервые совершил, там, не знаю, увидел кассовый аппарат, и вообще понял, что такое торговля, в 2009 году, когда мне пришлось открыть, и тут же это отдал, да, понял, не мое, да. У меня есть история в физтехе, да, на втором курсе, как и все общежития, в счет, такой, 93-й год, я пытался стать, ну, как камеажером, да, вот, продавцом, да, я вот серьезно говорю, да, для меня это был страшный стресс, я продал какой-то один калькулятор, да, и все понял, все, торговля не мое, я никому ничего не могу продать, да, и до сих пор, то есть это для меня, это вообще просто страх, вот, как бы, кому что продать. Торговля не мое, сейчас нам говорит владелец крупнейшей сети торговли. Торговля вообще не мое, почему это был вопрос, да, то есть, в смысле, попкусывал, я, ну, как бы, ну, более-менее, я еще там разбираюсь как-то в IT, да, могу чем-то помочь, там, да, все, что связано с торговлей, магазинами, выбором продуктов, да, вот вообще бесполезно, и поэтому я даже в это не пытаюсь влазить. Зачем тогда вы в это пошли? Ну, летали бы в космос в конце концов. Вот мама и говорит, зачем ты занимаешься этим, летал бы, да. Ну, так, так получилось, вот такая, да, причем я же остался очень поздно, то есть я же вообще не представлял, что, то есть я вообще считал, что я даже и предпринимателем не могу быть, я же работал наемным директором финансовым, да, я потом в финансах более-менее разбираюсь, там, умею посчитать баланс, ну, так, научился за много лет, да, вот это я умею, да, то есть, как бы, да, посчитать отчеты прибыльных убытков, там, как-то на него посмотреть, понять, да, до сих пор у меня осталось какой-то, как бы, навык. А, может, вас не обманешь. Да, вот это, да, это, кстати, сильно помогает, скажем, в первичных переговорах с проектами, да, когда проекты, там, не знаю, показывают первые финансы, то, в общем, конечно, если первые финансы, там, прям ярко видно, что там они, как бы, левые, ну, видно, да, такие поделанные, да, то, в общем, после этого разговора не складывается. У вас в чем секрет, да, вы там все про рестораны, да, вот что-то тут. Да, да. Ну, я в этом смысле тоже... Хорошо, вы собираетесь в цифрах. Ну, из того, что это была моя профессиональная деятельность, да, то есть, я, как, я прямо получал зарплату, вообще, в жизни, как бы, наверное, 99% зарплаты, которую я получил, я получил как финансовый директор, ну, скажем, там, был я еще заместительный финансовый директор, ну, именно в финансовой сфере, то есть, это моя вот профессиональная деятельность. После этого, можно сказать так, что я потерял профессию, да, то есть, других специальностей я не приобрел за это время. Я прочитала вашу книжку. Кстати, ее читали? Я ее прочитал где-то через месяц, просто, да. Вам нравится? Во-первых, я стал две, еще Валеру написал, да. Первый Женя, да, понимаете, вы, наверное, расспрашиваете, да. Мне нравится, как пишет Женя, вот, в этом смысле, и поэтому мне нравится его стиль, вот, именно поэтому, да, очень высоко мы всегда ценили, когда он, там, у нас, когда у нас работал, да, когда писал статьи, да, вот у него такой вот, как бы, такой хороший, в этом смысле, поэтому мне книжка нравится, да, именно стиль, Именно стильным Жене, да, и в этом смысле, да, есть люди, которым просто такой стиль не нравится, да. Дело не в стиле, но оно нечестное. Она, знаете, как рекламная арестовка такая большая. Он ее сам писал, это вообще, как бы, это было, никакой не был заказ Кусова, то есть, у него, понимаем, там, со школы мечтал написать книжку. А у вас нет желания написать настоящую историю, честно? Нет? Я не умею писать. Ну, в общем, я к чему? В этой книжке, почему мне не понравилось, в этой книжке я, собственно, прочитала, что вы уволились с поста финансового директора. Да, да. С миллионом рублей докоплений. Да, да, так и было. Еще с апотекой. И потом два года пытались запустить компанию. Вы знаете, у меня тоже цифрами все хорошо, я не верю. Ну, быстрее. На самом деле, там, насчет два года нет. Ну, грубо говоря, там, прибыль реальная стала получать где-то через полгода. Ну, то есть, хорошо, идея пришла в январе, прибыль пошла, собственно, так вот, скажу. В октябре стало понятно, что... То есть, в сентябре собиралась закрываться, потому что в сентябре было все плохо, да. В октябре, я говорю, это правда. То есть, я вообще считаю, что почти все везение. Ну, скажу, вообще все, что произошло, это было безумное везение, да, что мы открылись в Митино, около, перед входом в Биллу. То есть, и вот, когда мы увидели, что стоит очередь, человек 20 на улицу из Биллы, да, не заходя... То есть, и это, наверное, был самый такой переломный момент. Вот это вот, я так, примерно октябрь. Что испытали, когда очередь увидели? Знаете, я... Это же четвертый магазин был? Да, это четвертый был магазин, да. Это... Вот то, что вы спрашивали, такой интересный вопрос, оправдали ли мы выбираем партнера, с кем хочется пойти в ресторан. Вот, например, то же самое, понимаете, вот по результатам, да, вот по каким-то, да. То есть, лично у меня так, что если настолько тяжело какой-то результат был, ну, тяжело добиться результата, вот, я в этом не радуюсь результатом, вот. И вот, наверное, тот период был очень тяжелый, я вот не могу сказать, что прям настолько... То есть, как бы мне в кайф, да, вот так, я радуюсь, да, если что-то получилось, и при этом, ну, как бы не пришлось напрягаться. Чтобы само все добралось. Да, вот, когда это через силу, через, там, не знаю, ну, когда на пределе, да, возможностей, мне сам результат может обесцениться. Интересно. И все-таки. Я не верю в два пункта. Во-первых, что вы уволились с поста финансовой дирекции с накоплением миллиона рублей. Нет, ну подождите, ну, у вас же был Юра. Я же работал Юрой. Да, я. И он подтверждает. Ну, как бы, конечно. Причем я и до этого еще скажу, я еще два месяца до этого работал, два дня в неделю получаю 40%. То есть он вам просто недоплачивал, я так понимаю. Нет, в этом смысле это, как бы, честная история, да. Нет, ну, мне тоже тогда в этом смысле стало очень, как бы, агрома стала мне очень узкая. То есть в этом смысле тогда мне, как бы, мне тогда мне уже безумно скучили финансы, если так честно. То есть мне стало все понятно, да, да, да. То есть мне стало настолько все понятно, да, и мне хотелось, в общем-то. Я же искал работу генеральным директором. То есть вообще говоря, это просто повезло, что был кризис, и никто меня не взял на работу. То есть на самом деле я не получил ни одного отлика. То есть я разместил кучу объявлений в начале, ну, то есть я весь ноябрь, декабрь, январь размещал объявления о том, что я, как бы, ищу работу генеральным директором. Но это был 2008-й, после этого времени никто не откликнулся, никто в Москве, наверное, не искал, но и моя кандидатура мне очень понравилась. И поэтому, в общем-то, мне пришлось. По сути, я вынужден был, в этом смысле, это частная история, я не знаю, почему вы сомневаетесь. И вы четыре магазина на 1 миллион рублей, при этом вам нужно содержать семью, платить ипотеку. Открыть избёнку стоило, можете поверить, 100 тысяч рублей. Первая избёнка, до сих пор помню, аренда в месяц была 16 тысяч рублей. Буквально на коленке в частном квартире сделали стол, буквально кисточкой рисовали избёнку, кисточкой нарисована избёнка. И вот открыть первую избёнку было, наверное, ну там самый дорогой был кассовый аппарат, который стоил 22 тысяч рублей, который я в первый раз увидел. То есть миллион это были вообще огромные деньги. Но потом всё-таки, у нас была же выручка. То есть мы же, в отличие от текущих IT-проектов, которые могут годами жить, не иметь ни рубля выручки, у нас первый день была выручка, извините, 6 тысяч рублей. Из них 3 тысячи маржи. У нас же оценка была 100%, а может и больше, когда мы открылись. Но она всё равно была уготочная. Правильно, мы получили 3 тысячи рублей за день, но мы должны были заплатить, условно говоря, там за транспорт, там за продавца, там за аренду, то же самое, целых 500 рублей-то в день. То есть надо было откуда платить было, понимаете, то есть мы получали 3 тысячи в день маржи, из них 500 отдавали за аренду. Но в этом смысле у нас была выручка, понимаете, а у текущих IT-компаний сейчас-то нет выручки вообще. Просто ноль, понимаете, как бы. Я вас не сравниваю с IT-компаниями, но всё равно, а как, вот 100 тысяч рублей, 6 тысяч рублей выручка в день. Сейчас ваша компания в миллиард оценивает. Ну всё потихонечку. И кучу удачи, кучу удачи, кучу удачи. Не было скачка, знаете, всё шло очень постепенно. Вот, условно говоря, физическими методами, если говорить. То есть тестировали гипотезы, находили лучшие варианты, отсекали плохие. И вот к этому сейчас и пришли. У вас есть ответ на вопрос, что именно позволило вам так вырасти? Это же на самом деле довольно редкая история. Очень многие люди начинают маленький бизнес и открывают условную избёнку. Но они так и остаются этой избёнкой. Они не превращаются в сеть с магазинами на каждом углу и стоимостью в миллиард. Мне кажется, вопрос мы со начала говорили. То есть подход мой, что бизнес, тот бизнес, который хочет сделать, ну и вообще делает искренне и именно этим измеряется, жизнь людей лучше. И в этом смысле открытие, не знаю, десяти избёнок, оно, да, сделает жизнь лучше покупателей, которые ходят в десять избёнок, но остальные покупатели. Если ты хочешь заработать денег, грубо говоря, я, может быть, уже, мне кажется, через два года бы просто перестал бы заниматься. Ну всё, всё, деньги я ипотеку выплатил, да, то есть я мог путешествовать, ну, то есть, грубо говоря, у меня хватило бы жить на лазурном берегу, всё, то есть два года полностью, да. Ну, как бы не в этом же смысл жизни, да, не в этом смысл, да, как бы там бизнеса, да, и поэтому у меня даже не было такой дилеммы, да, вдруг остановиться. Как бы почему, почему остановиться? Ты можешь развиваться, ну, прекрасно, ещё больше людей, в основном, говорят, ты решаешь их проблему. Почему там не у всех такое получается? Ну, наверное, другое целеполагание, да, то есть, в основном, если у тебя, там, пример, идея, да, что тебе заработать на жизнь и, там, не знаю, уехать на лазурный берег, ну, то есть, ну, как бы, из этой поставленной цели ты будешь по-другому действовать. То есть, ответ на вопрос в предпринимательском таланте, правильно я понимаю, что нужно иметь некий талант? Ну, можно попробовать, знаете, с какой стороны подойти. Вот, наверное, те команды, которые, как мы отбираем сейчас телтехи, да, вот, команды, да, наверное, может быть, они позволят, да, вот так задуматься, да, что такое талант. То есть, в этом смысле, ну, то есть, если я считаю, что у этих команды есть талант, наверное, я думаю, что поэтому, может быть, во вкус или, как бы, это получилось. Номер один команда, вот, и, как бы, наверное, не только сама команда, сами личности, да, а именно, а как команда, вот, грубо говоря, да, как между собой она договорилась, ну, типа, по-человечески или по-идиотски, да, именно поэтому я, например, вот, как бы, искренне считаю, да, что вот компании, в которых, там, не знаю, бюрократия, в которых API, на мой взгляд, там могут быть нормальные люди, но просто идиотски договорились, да, ну, то, что, ну, грубо говоря, вместо того, чтобы, ну, как бы, договориться, ну, давайте, мы не будем друг друга контролировать, там, я знаю, заполнять эти бюджеты, все прочее, давайте просто, ну, как бы, так, это, на это время не тратить, да, давайте просто работать. Хорошая команда, которая внутри себя смогла договориться. И чувствуется, что я расслаблена. Да, 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 и это сильно помогает, на самом деле, достигать результатов, это сильно сказывается, вообще, на результате. Я считаю, что это большое преимущество, и это повезло в Кусалу, да, но как-то сначала мы, вот, как бы, поняли, что такое нормально договориться, и команда сейчас, которую мы смотрим в телтехе, да, это, конечно, для нас важно понимать, что команда, ну, как бы, сейчас договорилась, но и в будущем не предоговориться, да, там, не появятся должностные инструкции, да, там, не появятся, бюджеты, да, то есть, условно говоря, они, там, сейчас приятные, да, а, условно говоря, там, завтра начинают вводить штрафы, и, там, не знаю, контролировать всех и вся, да, но нам, конечно, мы сможем объяснить, я смогу объяснить, да, что это все, ну, как бы, а смысл-то в чем? Зачем это делать, да, то есть, как бы, давайте все прекрасно, как бы, там, не знаю, получать удовольствие, достигать прекрасных результатов, и при этом, ну, скажем, не затрагивать, ну, скажем, там, не знаю, забирать друг другу энергию. А вы думаете, вы не контролируете никого, да? Ой, я-то уж точно нет. То есть, это, как бы, не так просто, особенно в начале, вот, но потом, когда ты это понимаешь, да, вот, когда ты видишь результаты этого, да, видишь, что тебе результаты, там, как бы, там, радуешься им, да, и совместно со всеми, да, понимаешь это, что ты достиг это не за счет того, что, там, по дороге, не знаю, там, куча пострадавших, знаете, классическое, да, что, типа, движение по иерархии крупных компаний, движение, как, по головам, да, вот так, даже образ такой, да, что надо все время кого-то, как бы, обязательно, там, не знаю, там, обогнать, не знаю, сделать ему, не знаю, там, там, скажем, в психологическом плане больно, там, подобное, да, вот, на мой взгляд, это все пошло из, как бы, не знаю, там, из древности, да, когда, вот, считалось, что весь мир пирог, да, если тебе есть больше, это значит, у кого-то меньше. Почему до сих пор многие люди думают, что если ты, как бы, у кого-то что-то не отберешь, то это, нет другого способа, как бы, это же получить, ну, то есть, в основном говоря, да, то есть, понятно, что если у тебя ресурсы ограничены, да, то ты должен воевать за них, да, если у тебя все безгранично, да, ну, ты совместно со всеми все делай. То есть, вы под контролем подразумеваете именно борьбу за пирог? Ну, да, ну, то есть, грубо говоря, ну, что такое контроль, да, то есть, это предположение, да, ну, это, по сути, вот такая плохая договоренность, да, предположение о чем, что если ты не будешь что-то заставлять, то это не будет сделано. Ну, это, как бы, такой типичный контроль, да, то есть, если ты, как бы, ну, как бы, не контролируешь, ну, типа, и ничего не происходит, да, вот я искренне верю, что это ложные заблуждения. Как вы думаете, вы комфортный вообще начальник? Я вообще не начальник, как бы, я, вот, смотрите, за всю историю я вообще, вот, как бы, вот, честно скажу, не сдал ни одного приказа, ни одного распоряжения, как бы, вообще не было ни одного. Да, 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 и в этом смысле, как раз, мне это, главное, неприятно, то есть, мне вот это, в принципе, это делать, заниматься неприятно. Ну, вы, я понимаю, вы можете не сдавать приказ, я пытаюсь договариваться. Ну, вы можете что-то, я должна что-то говорить, чтобы... Я пытаюсь договариваться, я часто бываю, тоже мне не до конца это приятно, ну, так скажем, мой взгляд на ситуацию, например, да, то есть, там, условно говоря, там, как аналитик, да, то есть, вот, что-то происходит, какое-то событие, да, и мне биологически нужно, ну, скажем, ну, экспертную оценку этому, да, происходящему, да, не всегда я люблю, да, потому что бывает иногда экспертные оценки слишком уж, ну, скажем, неположительные, да, то есть, я вот, в этом смысле, люблю давать положительные экспертные оценки. Что значит быть предпринимателем в России? Ну, давайте, сколько предпринимателей мы уже много обсуждали, да, то есть, это тот, кто, типа, цель основная, да, это делать мир, жизнь людей лучше, и при этом, ну, то, скажем, при возможности сделать еще большее количество людей лучше, ну, скажем, эту возможность человек, скажем, не упускает. Россия накладывает сложности, потому что до какого-то девяностого года предпринимательство считалось вообще уголовным делом, хотя, конечно, оно было, естественно, да, оно было в лабораториях, в НИИ, да, но вот с точки зрения именно то, что можно владеть, скажем, результатами, да, там, иметь возможность, там, не знаю, распоряжаться прибылью, да, это было уголовно. И в этом смысле, мне кажется, вот эта главная, мне кажется, проблема, да, вот в нашем обществе, вот это разделить, да, что... То есть у нас в этом смысле очень хорошо, мне кажется, получается, у социальных предпринимателей, да, то есть ты когда говоришь, что, типа, я занимаюсь предпринимательством, но не ради, там, типа, прибыли не будет, там, скажем, намного более к этому, ну, так скажем, общество, не знаю, более положительно относится, да. У нас не любят, да, предпринимателей. Да, вот если ты говоришь, что, типа, я буду заниматься чем-то, но вот, как бы, будет прибыль, такие, будет прибыль. Ах ты, вор сразу же. Не, не вор. Такой у нас пример. Не, не вор, то есть, на самом деле, это не вор, но, например, как про ученых, да, ты что, занимаешься ради статей? Ну, то есть ученым сказать, что я, типа, вот, как бы, вот, а это, например, а это сразу, как бы, такое, прямо, ну, понятный, физик ради статей-то, о-о-о-о, ради статей. Какая не обзорщик. О-о-о, ради статей. Ну, то есть, это, вот, и, мне кажется, сейчас вот относятся к предпринимателю, у нас, типа, ну, ради статей, да. И это об этом сложно. А вас не пугает активность правоохранительных органов в отношении предпринимателей? Очень много есть случаев, в которых, ну, есть большие сомнения в том, что там действительно есть какой-то состав преступления или еще что-то. Честно говоря, я не читаю таких новостей. Не читаете? Нет, вообще не читаю. Почему? Потому что это все фон. Ну, вот, то есть, в этом смысле, ну, как бы, известная история. Если смотреть общеизвестные каналы и смотреть новости, да, то кажется, что постоянно вокруг ограбления, аварии, к сожалению, они, ну, к сожалению, так они устроены, да, они, грубо говоря, показывают сильно искаженную картину. Да, это, по сути, картина, так скажем, она, ну, так скажем, непропорционально, ну, кто-то приводит какие-то данные там по количеству уголовных дел на предпринимателей, да. Ну, тут же тоже всегда вопрос статистики, да, по каким делам, да, там вот есть, например, такая, говорят, странная история, но вот по статистике, да, что большинство дел были возбуждены бывшими партнерами. Да, это же вообще, в смысле, ну, в смысле, вот уж так вы договорились, ребята, ну, то есть, в этом смысле, понимаете, вот это теория, а что вы не могли нормально, то есть, вы настолько договорились, что в итоге вы же собой решаете с помощью проходительных органов. То есть, поэтому, мне кажется, вот эта вот культура договариваться, да, она важна, ну, как бы вообще, ну, в семье. Представляете, с партнерами что происходит, как можно было так договориться? То есть, вы думаете, что ваше умение договариваться с партнерами? Нет, не умение, я в этом смысле, поэтому у меня по вкусу нет партнеров, да. Нет партнеров по вкусу или? Да. Вы один. Да, очень сложно договориться, да. Нет, в этом смысле, есть младший, я имел в виду партнеров 50 на 50, это у меня есть партнеры, но просто которые, ну, меньше, там, в доле, чем у меня, это все-таки другая история, хотя тоже с ними нам сложились, очень сложно договориться 50 на 50, да, то есть, вот именно такие договоренности, они, как правило, самые, наверное, такие сложные, хотя, конечно, и до 1 к 10 тоже можно, да, умудриться, есть опыт, да, компаний, которые не смогли даже так договориться хорошо, да. Меня больше пугают не проходители органов, меня пугает именно причина, почему так происходит. Нет, на самом деле, это кажется, что это грустно. А грустно вам от чего? От того, что люди так себя ведут в партнерствах или от того, что у нас такие правоохранительные органы, которые можно задействовать в этом? Нет, я про партнеров. Вы говорили, что вы не верите в единорогов? Да. И предпочитаете инвесторов в средней компании? Ну, нет, тут как бы не в этом дело. У меня такое же применение отношения, как к большому спорту, да, то есть, есть люди, которые, ну, не знаю, на полном серьезе детей дают заниматься, не знаю, теннисом, да, чтобы выросла очередная Курникова. Ну, вот я в это не верю, то есть, на мой взгляд, это, ну, просто статистически, это практически невероятно, ну, маловероятно, да, и это, ну, в этом смысле даже можно сравнить с игрой в казино. Вот, поэтому вот как бы единорог в этом смысле вот в это понимает, да, что, типа, вот ты сейчас вот я там выбрал компанию, да, в которую я верю, что она станет единорогом, вот. И в этом смысле кажется, да, что, в основном говоря, вот по аналогии с тем, что вместо того, чтобы растить ребенка-теннисиста, да, ну, не знаю, откроет теннисную школу Российской Федерации. Сейчас больше. Да, намного. Ну, как мы сравнили с тобой, да, черноголовка, там, со всей Россией, да, невозможно, то есть, говорю, в чиновнике невозможно выиграть все лимпиады, да, ну, потому что просто 20 человек, 20 тысяч человек, да. Здесь то же самое, да, то есть, хочешь, что вам говоря, внести вклад в мировой спорт, ну, как бы, ну, займись, как бы, это массово. В этом смысле это и есть ответ средней компании, да, то есть, как бы, а из них уже есть намного большая вероятность, потом, ну, не только единорогами, как бы, все славятся, да, там, где-то предпринимательство, да, это могут быть компании, которые в своих нишах, да, очень придумали, там, да, реализовали очень успешные услуги, да, но, блин, не стали единорогами, ничего страшного. Какую самую дорогую ошибку вы совершали? Ошибку? Ну, в бизнесе. Дорогую в чем измеренную? Ну, что для вас важно, я не знаю. Нет, ну, и что такое ошибка? Ну, тут, знаете, как бы, тут, где-то, где-то, тут это, сейчас, по-моему, РБК, что ли, написали, мою цитату от кого-то вырвали, да, что, типа, Каленка, считает, что, если сотрудник не допустил ни одной ошибки, его надо уволить. А серьезно? Вы так считаете? Ну, конечно, это вырвано из контекста, я вообще считаю, что никого нельзя увольнять, вот, но, по сути, действительно, если ты что-то делаешь, да, как бы, как живой человек, да, то есть, ты что-то пытаешься, там, не знаю, запустить новое, да, придумать, ну, вот именно с точки зрения предпринимательства, то есть, предпринимательство всегда, вот, как бы, новое, да, то, если тебе нет ни одной ошибки, вот, на мой взгляд, действительно, ничего не делал, потому что, ну, простой пример, это, там, открытие магазинов, да, вот, есть команда, открывает магазины, да, если они откроют сто магазинов, ни один не закроет, все будут успешные, да, то, в общем-то, значит, они ни разу не пытались, как бы, вот, такую-то грань найти и чуть-чуть рисковать, да, то есть, они всегда выбирали варианты, которые, ну-то, скажем, бескомпромиссные, и это значит, они упустили очень много вариантов, которые, да, имеют, там, скажем, плюс-минус, да, но именно они их обучили бы, да, то есть, каждая ошибка – это безумное обучение, если ты не имеешь ошибок, ты не обучаешься, на самом деле, ты, по сути, как бы, атрофируешься, да, это вот только в сказках бывает, что 33 года лежал на печи, да, и вышел богатырём, да, поэтому, скажем, вопрос-то точно, то есть, то есть, на что я, то есть, какое обучение для меня было самым дорогим, да, давайте так, какое обучение, открытие вкусово, потому что, я объясню даже, да, вот, очень интересный эффект получился. На момент открытия вкусово работала компания «Избёнка», да, это было больше 300 киосков, суперприбыльные, то есть, еще, наверное, вряд ли бывает более прибыльный бизнес, но, естественно, ограниченный по масштабирую, то есть, они практически достигли масштаба, да, и стало понятно, чтобы дальше развиваться, нужно было переходить к модели супермаркета, добавлять все продукты, и, так скажем, главная ошибка была, оказалось, это можно сделать отдельной командой, то есть, да, причем это люди были из «Избёнки», то есть, взяли часть, ну, как бы, нашлась команда, энтузиасты сказали «Вау, мы верим во вкусов, давайте, как бы, организовываться», и вот отдельная команда, буквально, там, буквально управленческие выделенная, за счет денег «Избёнки», начали развивать вкусово. Ну, в общем, два года мучений закончились тем, что вот пока каждому сотруднику «Избёнки», как бы, ну, как бы, в обычной жизни, ну, то есть, в офисной жизни, да, не сказали, да, что, типа, «А теперь, как бы, тебе не только «Избёнка», а еще «Вкусово», да», не было движения. И это объясняется, на самом деле, тем, что компания – это не механизм, да, это как живой организм. Да, это была большая ошибка, то есть, на самом деле, это мы делали по классике, как принято, вот скажем, в компаниях, и благодаря этой ошибке мы не допустили ее вот сейчас с онлайном, то есть, именно в апреле наше было концентальное решение, что задача онлайна станет задачей каждого сотрудника «Вкусово», хотя тоже сначала была идея, давайте сделаем отдельный онлайн, типа, вот, вот, как бы, вот… Ошибка, ну, по нашим меркам, не знаю, может быть, она стоила, не знаю, может, полмиллиарда рублей тогда. «Вкусово» столько лет он пытался, вот, как бы, переварить отдельной командой проект. Как вы мотивируете, кто у вас, продавцы, самая низкая должность в компании или курьеры? Как мотивировать этого человека с вашей позиции? Я никак. Никак. Я, честно говоря, вот в этих вопросов совсем не разбирайся. Вот как раз вот все, что связано, как бы, с торговлей… С мотивацией. Подождите, вы… Для меня до сих пор это загадка, честно говоря. Вы глава компании. Ваша главная задача какая? Ну, я не глава компании. Ну, почему я глава компании? Я же говорю, я не глава компании. А кто глава компании? Я консультант по организационным вопросам, так скажем. Я могу, в общем, сделать оценку, да, типа, вы плохо договорились. Для меня это, на самом деле, загадка. Для меня много таких есть загадок, загадок «Во вкусово», да, которые вот прямо не могу, ну, то есть одна из них это, да, ну, как работать, там, курьеры-продавцы, да, вместе с ними, совместно, да. Второй, например, как открывается магазин. Я вот вообще не представляю. То есть для меня, вот, когда меня спрашивают, я говорю, для меня самого, да, то есть, ну, какое-то чудо, как бы, как находятся эти места, как они, почему они некоторые выстреливают, почему некоторые не выстреливают, да, то есть, приходится закрывать. То есть вот для меня тоже это вот… и ни разу этим не занимался, но мне, со стороны, кажется, что это вообще… Интересно. То есть руками вы это не сможете? Нет. Я говорю, я, мне кажется, почти ничего руками не смогу сделать во вкусово. Знаете, что хочу спросить? Вот поясните мне такую вещь. Я изучила ваши официальные регистрационные данные и выяснила, что не вкусвел, не тел тех вам не принадлежат, а не зарегистрировано некого Евгения Лисицына. Кто это? Ну, давайте так вот, смотрите… Есть как бы российский закон, по которому при регистрации акционерного общества в Игорь Реул остается запись того человека, который общество как бы зарегистрировал. Да? Дальнейшее изменение общества не отражается в Игорь Реул. Вот. В этом смысле, ну, как бы так сделано было специально, чтобы, ну, скажем, была не публичность. Но, к сожалению, там последовательности обратные. Там сначала, если посмотреть историю изменений, там сначала вы владелец, а потом Евгений Лисиц. Я никогда не был владельцем до него. Не были? Угу. То есть он первый, кто просто… Учредитель? Учредитель, да. Во всех ваших компаниях? Да. А кто это? Такой же человек работает в совете директоров компании Синтез, которая принадлежит Ростеху. Это он же? Ну, это правда не знаю. Вот это первое слышу. Вы не знаете, кто это? В Ростехе не знаю. Но кто ваш Лисицин, вы знаете? Ну, конечно, естественно. Не, ну как кто? Это юрист, который открыл акционерное общество. Юрист просто? Ну, конечно. Окей. Я же говорю, по российским законам в Егерую попадает тот юрист, который общество создал. Вообще в бизнесе важны связи? Все говорят, да. И, честно говоря, мне даже обидно, что мне не получается. В этом смысле не то, что не получается, но как-то… Ну, знаете, даже вплоть до души уходят какие-то мифы, да, для того, чтобы стать партнером вкусов, там, не знаю, маленькой, небольшой компании, там… Вот то хорошо бы, чтобы его долей, например, купил Тилтех. Это поможет, вот эти связи, да, помогут стать партнером вкусов, да. У нас вообще обратная история аж. Аж обратная история, что, как вот все случаи, да, то есть все компании, которыми я там, не знаю, инвестировал в Тилтех, да, поддержал, да, никому не удалось стать партнером вкусов. Ну, поэтому, то есть, я скажу так, связи, они помогают объяснить, да, двум сторонам, да. То есть, смотрите, есть две стороны закрытые, да. То есть, есть закрытый бизнес тоже, с чего мы начали начинали, да, то есть бизнес такая штука закрытая. Если два бизнеса закрытые, то они друг от други, ну, по сути, ничего не знают. Ничего не знают, да. И поэтому в этом смысле связи могут помочь, да. Ну, просто, как бы, подтолкнуть бизнесы, да, между собой, ну, как бы, познакомиться, да. То есть, типа, вау, я не знал, что такое, да. Вот, так как, просто, настолько открытая компания, да. И в этом смысле у нас нет никаких, там, условно говоря, там, чего-то кто-то не знает, да. И в этом смысле у нас получается, что вот это как раз, вот это, типа, а что нам может связь дать? Ну, ты можешь без связи прийти, там, все, как бы, открыто. Помещение у метро, например. Помещение у метро… Очень сложно получить здесь, правда? Вот пытались мы, да, вот такой вариант, да, что пытались, пытались мы, да, через какие-то, там, разные варианты, да. В итоге, как бы, ни один вариант не работает. Только в нашем управлении развития, которое ходит, скажем, по территориям, да, находит какие-то, там, знаю, свободные помещения, помещения, которые, там, я знаю, не платят, да. То есть, вот, как бы, не удалось ни разу через каких-то, ну, ну, как бы… Через знакомых зайти не удалось ни разу. Вообще ни разу. Вот, как бы… Там, посовщики тоже, да, вот, как бы, говорят, там, типа, там, познакомятся. Ну, во-первых, я говорю, что ни одного посовщика я не знаю, ни с кем не общался, да. Во-вторых, даже, ну, даже я, как бы, знаю вас. Ну, и что? Да, то есть, у нас в этом смысле есть… Ну, то есть, как бы, понимаем в чем, да, что решение принимает, то есть, он, технолог о заведении продукции, да. Ему никто не может в компании сказать, что, типа, ты обязан завести этого посовщика, да. И в этом смысле, как бы, какие бы связи ни были, да, если считают, что поставщик не подходит вкусу, ну, как бы, он никогда с ним не договорится. И так со всеми партнерами, да, то есть, это касается, то же самое помещение, да, то есть, помещение по знакомству есть, да, но если тот, кто арендует, да, считаю, что помещение не подходит, он никогда его не зарендует, да. И это та же самая, получается, вопрос статистики, да, то есть, в основном говоря, знакомство, все равно это очень узкий круг, да, то есть, то есть, вероятность того, что то, что есть у знакомого, нужно тебе… Это зависит от того, какие знакомые, знаете, у нас вот целая половина нашего списка сидит. Может быть, может быть, да, ну, не знаю, у меня опыта нет. Вот ты говоришь, вот я вот прям все время удивляюсь, да. То есть, вот так вот просто, да, в лоб с улицы. Мне ни разу связи не помогли и, как бы, так, даже ни в своей, в чем не могли мне помочь вот так. Какие планы у Тилтех? Тилтех… если так вот рассуждать развитием, да, его как живого организма, то можно сказать, что он, так скажем, наверное, готов пойти в школу. То есть, до этого эта жизнь была, ну, так скажем, прям совсем под присмотром, да, и финансировали Тилтех, поэтому мы троем партнеры, в общем, принимали все решения, вырабатывали подходы, команды, то сейчас мы думаем, что пора идти в школу, и мы хотим показать открыто наши результаты, да, то, чтобы получилось, те, как бы, идеи, которые мы нашли, как, чем помочь предпринимателям, да, и предприниматели, так скажем, очень рады нашей помощи, они оценивают, и мы хотим объявить сейчас о создании, как бы, Тилтеха-2 фонда, в который пригласить партнеров, ну, других бизнесменов, да, кто верит, в общем-то, в наши подходы, и кроме, так скажем, ну, классического сбора денежных средств, мы предлагаем, так скажем, более глубокое погружение в, не знаю, в проекты, в участие, так сказать, в работе с командами, и это очень важно, вот, то, что я говорил про вот ошибку, да, которую мы допустили, когда мы делали отдельную команду «Навкусил», вот, что вот именно невозможно, как бы, наши идеи, да, потому что, как бы, как внутри мы построены, по какому принципу мы отбираем команды, почему-то они успешны, рассказать, это невозможно описать, да, там, сколько бы я ни выступал, или там, Юра, Андрей, это все равно, да, а вот именно наше предложение, это именно, что можно будет с нами поработать вместе, да, чтобы мы попытались на, как бы, на примерах, да, на том, как мы, там, поступаем, да, то есть, почему делаем такой выбор на обсуждениях проектов, да, именно донести, вот, скажем, наши идеи, связанные с тем, как мы считаем, нужно помогать предпринимателям. Объем фонда будет какой? Мы планируем 10 миллиардов рублей. И вы вложите какую часть с партнерами? Мы, ну, мы сейчас уже вложили там… Три? Сейчас четыре, ну, там, четыре, вложили там чуть больше, ну, еще, еще довложим, вот, и фонд 10 мы хотим собирать полностью, там, скажем, без наших денег, вот, но при необходимости, конечно, у нас, как бы, наш, как бы, предыдущий фонд Теотех 1, да, может стать просто LP в фонде 2, вот, ну, горизонт, ну, как обычно, 10 лет. А вы будете управлять этим. Да, да, мы именно управляющие, да, вот, мы предлагаем достаточно уникальные условия, так скажем, да, для такого фонда. Уникальные услуги. Уникальные условия, да, то есть обычно это формула 20 на 20, когда 20%, ну, там, 2 на 20, да, 2% Erisman fee и 20% success fee, вот, да, у нас 0,50, вот, то есть мы говорим, что мы полностью затраты на фонд берем на себя, как GT. И чем вам это? Это принцип шкура на кону. Что? Шкура на кону, да. То есть мы считаем, да, что, то есть наши партнеры, да, которых мы приглашаем, значит, если, ну, скажем, получится не очень, да, то там наша доля, она уйдет только на покрытие затрат, да, в этом смысле. То есть нам кажется, например, не очень справедливым, да, когда фонды берут вот просто там, грубо говоря, просто заработают 2%, потому что за 10 лет это много набегает, да. В этом смысле мы готовы рисковать, то есть для нас это проект, который, ну, скажем, у него цель вообще, говорят, что появилось много, как там обсуждали, там, дуровых в России, вот, которых мы поддержим, да, которые мы расскажем. Мы, я попробую научить их, как нужно показать, скажем, да, как можно внутри договариваться команд, вот. И 52-я как раз, да, это говорит о том, что мы все-таки, ну, предприниматели, да, которые уже имеют, то есть мы называем его фонд предпринимателей для предпринимателей, да, то есть у нас именно мы не наемная команда, да, мы как бы сами искренне, да, верим в эту идею, мы будем и сейчас мы активно участвуем, у нас есть прямо рабочие дни, когда мы занимаемся телтехом, и поэтому мы считаем, что для того, чтобы нам в том числе это было интересно, да, мы готовы разделить, так скажем, успех 50 на 50. Мы получим 50% как GP, но из этих 50% мы сами заплатим вот расходы, вот эти два, ну, там, которые были на фонд. Покроются расходы. Да, да, но 50% честно остаются зато у LP, то есть не за минусом, вот это management fee, то есть у них management fee 0, да, то есть сколько выросли, инвестиций, столько и будет. И мы, конечно, ожидаем, ну, так, в терминологии, там, больших иксов, вот, то есть у нас, когда, смотрите, нам не интересно, если заниматься этим делом, да, если не будет, там, большого успеха, и у нас самая, там, успешная инвестиция, ну, как партнерство, да, с клиникой доктора Фомина, в этом году, ну, там, каждый месяц открывает по клинике, то есть, ну, три года партнерство пошел. Это нужно вам тогда технологических предпринимателей, а не там, сейчас у нас. Ну, в этом смысле… Дурово. Вспомнили мы Диму Фомина, да, клинику Фомина, ну, в общем-то, конечно, там много технологий, то есть, скажем так, вот, если говорить про медицину, вот он… Ну, это все медицина. Ну, а что? Ну, экспликаторы маленькие. Нет. Ну, как вместе сейчас делается, вы видите, да? Вы берете, создаете компанию, она несет большие убытки, вы выходите на биржу, получаете огромную оценку. Откэшились, все, все хорошо. Сейчас. Это… Какая российская компания, кроме вашей, ну, вам нравится? Предполагается, моя нравится, хорошо? Нет, предполагается, что мы не будем обсуждать вашу компанию, потому что это вопрос не про нее. Российские, не российские компании? Да нет, ну, мне, в принципе, многие компании нравятся. Выбрать, какая из них особенно мне нравится. Ну, я как бы даже не задумывался особо. А кто хороший, самый лучший бизнесмен у нас? Я, честно говоря, тоже-то не читаю и даже не смотрю. Даже не очень представляю. Даже не знаете? Даже не знаю, да. Все этих икон наших бизнеса вы не знаете? Знаю Мишу Кучмента, потому что мы с ним в общежитии когда-то выпивали, да. А скучно? Да. Это было, да, да. В первом курсе, наверное, на третьем. Что, пили? Водку? В те времена, ты что? Что? Би и выше. Ну, что пили в 90-х, там, в втором году? Тебе у рояль. Тебе у рояль, точно. Другого же не было ничего. У студентов. Покупали мешками рис, пакаронами. Если вернуться к тому, кто самый лучший предприниматель. А Дуров вам нравится? Ну, я пользуюсь Телеграмом больше, чем ватсапом, да. Мне, в принципе, Телеграм как продукт нравится. Ну, например, я не очень, как бы, так скажем, нравится идея с всякими биткоинами, да, ICO. Вот. Ну, я, наверное, что-то не знаю просто, да, я в этом смысле мало погружен, да. Ну, то есть со стороны, мне кажется, это немножко странная история. Я понимаю, что мы в ближайшее время, возможно, увидим какой-то новый продукт. Дурова, да. Ну, давайте посмотрим, оценим. Потому что пока его нету. Я могу оценить Телеграм как продукт. Продукт классный. Да, это вообще вопросов нет. Хорошо, давайте ближе к вам. Татьяна Бакальчук, Wildberries. Очень классный бизнес, да. То есть, на самом деле, казалось бы, да, простая идея. Ну, казалось бы, да, но никому не удалось, да, настолько успешно ее реализовать, да. Что действительно, как я понимаю, одна из проблем, в том числе и в Кусево, да, что... Проблема торговых помещений. И, конечно, у каждого продавца одежды, да, главная боль, да. То есть, помещение, складывать все это, как держать коллекцию, там, на 100 магазинов, да, и придумать, что мы можем тебе привезти, да, условно говоря, это и намного дешевле. Ну, прямо потрясающе. Просто я не могу ее оценить, как понимать, потому что, знаете, я не знаю, насколько она... То есть, чем она занимается в компании, да. Вот вы сейчас меня спрашиваете. Для многих тоже, наверное, будет удивление, чем она занимается в компании, да. Я тоже не знаю, чем Татьяна занимается в компании. То есть, я могу оценить бизнес, то есть, я могу оценить бизнес хороший, то есть, действительно полезный, пользоваться спросом, да, то есть, все сделано, как бы, так, ну... Ну, то есть, никому не удалось, вот скажем, да, для меня это важно. Да, там, Телеграм, да, ну, намного лучше WhatsApp, да, казалось бы, WhatsApp, да, там, Facebook должен вообще там быть. Ну, почему-то там у Дурова лучше получается. А Николай Сторонский? Я даже не знаю, кто это. Первое слышу. Хорошо. Как правильнее делать бизнес? Изобретать или копировать то, что уже есть? Ну, это не вопрос правильно. То есть, копировать, я считаю, ничего в этом плохого нету. И, то есть, если приводить даже аналогию с физиками, да, то есть, словом говоря, когда ты читаешь труды других людей, ну, по сути, ты копируешь, ну, в общем-то, да, а это позволяет очень быстро двигаться. И, в этом смысле, как раз проблема бизнеса, да, понимаете, что они закрыты, как раз друг другу не учат и, по сути, не копируют. В этом смысле, я как раз за, там, не знаю, за отмену, в основном, вообще, патентов, грубо говоря, в такой сфере, так скажем, не технологий, таких научных. И именно ради того, чтобы было больше копирования, да, чтобы не нужно было изобретать, ну, то есть, словом говоря, вот там, Валберис, да, прекрасная модель, но, словом говоря, чтобы не нужно было ее, там, в других регионах, где Валбериса нету, изобретать, в других странах, да, чтобы можно было взять и прямо ее реализовать. Честно, это невозможно. Есть что-то, чему бы вы хотели научиться? Вот вы все интервью рассказываете, что вы ничего не увидите, то не можете, то не можете. Сколько я пробовал разному научиться, у меня плохо получается. Учиться, чему научиться? Что-то даже ничего в голову не приходит. Ну, то есть, ты бы, просто говорю, чему надо было научиться, пробовал, не получилось. Ну, может быть, сейчас, знаете, такое, тема, которая меня так действительно, наверное, это вот сейчас новая модель, по сути, не знаю, так скажем, торговлей можно назвать, да, вот тоже D2C. Да, direct to customer, да, то есть это, как бы, бизнес, которого никогда не было в оффлайне, да, полностью в бизнес, там, не знаю, Facebook, Instagram. Конечно, это, ну, так скажем, для, скажем, моего поколения, да, выросшего все-таки, когда не было онлайна, да, но какой-то такой, пока, как бы, новый мир, да. Да, и в этом смысле, так если так говорить, вот это вот, именно в эту сторону, чтобы так, чтобы учиться, да, понять принципы, да, понять лучший опыт, понять, как там это работает, ну, вот, интересно. Есть что-то в жизни, за что вам стыдно? Ну, нет, ну, по крайней мере, я об этом не задумался. А вы чего, вы чего-нибудь боитесь? Я о чем боюсь? Нет, ну, человек всегда что-то боится. Давай вот так, ну, ну, как бы, нет у меня мыслей, которые у меня постоянно возникают, чего-то я боюсь. То есть, такого нет, ну, периодически, да, бывает, да, с кем-нибудь едешь, да, кто-нибудь едет неаккуратно, ну, бывает, что, да, можно побояться чуть-чуть. Ну, то есть, вот возникающее, так скажем, в моменте, в процессе, да, то есть, в процессе бывает, так глобально. Последний вопрос. Не знаю, вы сможете ли вас плетить на него коротко. У каждого героя есть цель, суперсила и враг. Скажите. Цель, суперсила и враг. Да, ваши. Ну, я по поводу врагов не совсем уверен, что вообще. Ну, это не обязательно может быть человек. Это может быть явление или собственное качество. Препятствие, так скажем, да, наверное, да, такое, да? Суперсила. Цель, суперсила и враг. Цель, суперсила и враг. Не, у меня говорит, цель просто жить. Вот. Суперсила. У меня не договариваться. Знаете, я, честно говоря, договариваться ни о чем не умею. Суперсила. Я сказал, я переговорщик вообще никакой. Суперсила. Мне достаточно легко дается доверять. Меня за это периодически, так скажем, поругивают. Но я как-то не испытываю проблем с этим. Мне это не сложно. Даже часто говорят, ну, как ты так можешь? Я говорю, да мне как-то. Ну, то есть, знаете, есть люди, у которых, там, не знаю, пониженное боли ощущение, что ли, да. То есть, у меня такое, прям, пониженное, как бы, переживание, что ли, да. То есть, люди, когда делятся, да, пишут, рассказывают, что, типа, я, вот, помню, это доверился, а меня подвели. Он буквально до сих пор переживает. А я вот через 5 минут забываю. Ну, все равно. Офигист называется. Ну, вот, в этом смысле такое. Мне кажется, что это мне как-то так помогает.